Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В 1925 году он поступил в школу изящных искусств в Ниме, где работал гравер Артман Кусенс. Его работы приветствовал писатель Марк Берна. В 1925 году, во время отпуска в Ниме, он познакомился с Андре Фриньо, для которого иллюстрировал очки, свою первую книгу, опубликованную Фабром. В апреле 1928 года вернулся в Париж, а уже в 1929 он написал свои первые картины «Велосипед, женщина и солдат», «Солдаты, арестовывающие шпиона» и «Девушка с тремя колесами». В 1930-м он создал свои первые гравюры с сухим острием на цинке. Был знаком с писателем Жаном Бланза. В 1931 году в Париже была организована его первая частная выставка. Подружился с Жаном Луи Барро, дебютирующим на сцене театра «Ателье». В 1932-м работал почти исключительно гуашью, расписывая многочисленные букеты цветов и большие композиции. Интересуется деятельностью сюрреалистической группы. Читает Бретона, который являлся основателем, в общем, сюрреализма. Супо, Арагона. Он выставил серию гуаши и рисунков в Парижской галерее. Встретил Матисса и Пикассо на Антибах. В 1936 году женился на Денис Бернолин. Это парижская художница. В галерее Жанны Бюше Мирбор организует для него специальную выставку в 1936 году в ноябре. В начале 1937 года выполняет большую фреску миф о Прозерпине для Дворца Открытий. Она будет разрушена в августе 1944 года во время бомбардировок Парижа. Иллюстрирует поэтические брошюры. Создает декорации, костюмы. В том же году Жак Купо попросил его создать декорацию для оперы Шекспира. Во время Второй мировой войны Куто продолжает свою деятельность в качестве производителя гобеленов для французской компании под руководством Жака Одне. Но все же отдает предпочтение живописи. В 1941 участвовал в выставке 20 молодых художников французской традиции в галерее Брауне. Создал множество костюмов, множество аксессуаров и 800-метровые костюмы, выполненные на стадионе Роланд Гаррот. В 1943 разработал декорации костюма для пьесы Поля Кладеля в комедии Францесс. В 1944 был одним из основателей салон Демаи, салон живописи и скульптуры, основанный в Париже как ассоциация. В 1945 выставил большое полотно на первом салоне. В 1951 закончил иллюстрировать 7 афортов Артура Рэмбо. Участвует в многочисленных групповых выставках Токио, Лондоне, Бунес-Аресе, Сан-Пауле. В галерее Ривгош открывает ретроспективу работы. Как пишет Жан Адемар, это хранитель эстампов Национальной библиотеки в Париже, Куто был самым известным графиком-сюрреалистом. Этот художник остается менее известен, чем многие другие наиболее значительные художники, связанные с движением. Искусство Куто необходимо рассматривать в контексте сексуальности. Художник часто говорил, что не может представить искусство вне эротизма, которое лежит в основе природы. Что может быть похожим на пару ягодиц, чем абрикос, восклицал он его искусство, которое он сам называл эртомагикой. Питалось его юным темпераментом, его восхищением перед маркизом де Садом, его знакомством с тайнами печатного мастерства. Он добавлял в эротизм поразительное ощущение магии, которое возвышало и одухотворяло его. Ну вот, пожалуй, все о Куто-Люсиене, французском художнике, как говорили, самым известным графиком-сюрреалистом. Все, пока-пока, смотрим работу.